Всем привет дорогие друзья! Сегодня готовлю французский десерт крем-брюле. Нежнейший ванильный крем, а сверху хрустящая карамельная корочка из обожженного сахара. Это нереально вкусно. У многих народов есть похожие десерты. Например, в Испании он называется крема каталана. И это очень популярный и известный десерт. И мы тоже его заказывали, когда были в Барселоне. А во Вьетнаме этот десерт называют флан. На французский манер. И его готовят иногда не просто как крем, а запекают еще и с бисквитом. У меня на канале есть этот рецепт. Если вам интересно, я оставлю ссылку под видео в описании. Иногда его ароматизируют цедрой лимона, апельсина или корицей. В общем вариантов приготовления много, но в любом случае этот десерт невероятно вкусный. Для рецепта мне понадобится десерт готовится очень просто. В миску добавляю 5 желтков от яиц среднего размера. Добавляю щепотку соли и всыпаю примерно половину сахара. Перемешиваю венчиком. Взбивать до пены ничего не надо, просто перемешивая и пока отставляем в сторону. В сотейник вливаю молоко и сливки. Очень часто этот десерт готовят чисто на сливках, но мне нравится больше использовать пополам с молоком. Так десерт получается не такой жирный. Я использую 33% сливки. Можно если хотите вместо молока и жирных сливок использовать сливки 20% 500 миллилитров. Всыпаю оставшийся сахар, перемешиваю. Молоко со сливками ставлю на плиту и надо довести все почти до кипения. Чаще всего ароматизируют этот десерт ванильным стручком. Так как у меня этого ванильного стручка сейчас нет, я буду ароматизировать экстрактом ванили. Я его буду добавлять позже. Если у вас есть натуральный стручок ванили, можете его добавить именно сейчас. Когда нагревается молоко. Молоко со сливками хорошо прогрелось. Уже начинают идти первые такие пузыри. Снимаю кастрюльку с плиты. Вливаю горячее молоко со сливками в желтки и все время перемешиваю, чтобы желтки не свернулись. Ароматизировать мой десерт я буду экстрактом ванили. Добавляю 2 чайные ложки. Очень часто этот десерт ароматизируют еще цедрой, апельсина, лимона, но мне нравится именно ванили. Запекать мой десерт я буду вот в таких керамических формах. Диаметр моих форм вот этих маленьких 12 сантиметров и одна большая 15 сантиметров. Можно запекать и в таких керамических белых формочках, более высоких. Но именно вот таким образом в таких керамических формах запекают десерт в Испании и он называется крема каталана. Яично-молочную смесь я наливаю через сито, чтобы убрать пену. Тогда у десерта будет такая более гладкая структура. Если еще на поверхности есть немного пены, можно ее снять ложкой. В противень я наливаю горячую, только что закипевшую воду. Наливаем аккуратно, чтобы вода не попала в десерт. И отправляю все в хорошо разогретую до 150 градусов духовку примерно на 20-30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень с десертами я ставлю на средний уровень. Включен верхний низ духовки. В зависимости от того, насколько плотный десерт вы хотите получить, столько времени и запекайте. Чем дольше вы его запекаете, тем он получается более плотный. Чем меньше времени, тем он получается такой более нежный и кремовый. Десерт готов. Он получился вот такой очень нежный и внутри такая слегка еще дрожащая серединка. Достаю формочки из воды. Посмотрите, какая красота получилась. Десерт получается такой нежный. Внутри серединка как бы еще такая дрожащая. Сейчас оставляю его остывать до комнатной температуры, а затем отправляю его на пару часов в холодильник, чтобы он полностью был холодный. Мой десерт несколько часов стоял в холодильнике, он хорошо застыл и он холодный. И сейчас осталось сделать один такой небольшой штрих. У этого десерта есть такая отличительная, очень интересная особенность. Сверху он присыпается сахаром, который потом надо обязательно обжечь, чтобы получилась такая сладкая, хрустящая карамельная курочка из сахара. Для этого я буду использовать вот такой коричневый тростниковый сахар, причем присыпаю так довольно щедро. И сейчас этот сахар надо обжечь, чтобы он расплавился удобным для вас способом. Конечно, есть такие специальные газовые горелки для кондитеров, но у меня вот такая обычная газовая зажигалка. Итак, плавим сахар. Вот такая красота в итоге получается. Конечно, сахар также можно расплавить и просто поставив десерт в духовку под гриль. Но таким образом у вас десерт нагреется, а он должен быть холодным, а сверху только вот такая хрустящая корочка. Сверху десерт можно украсить немного ягодами и листиками мяты. И вот чтобы добраться до крема, надо пробить вот эту сахарную корочку. Как это здорово! Как вкусно! Очень нежный ванильный заварной крем. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Людейзи Кук, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.